Нематоды или круглые черви наиболее крупный, известный класс нематильминтов и весьма многочисленный. У них самые разные формы жизни. Вообще от северного до южного полюса по всей земле живут. В море, в пресноводных водоемах, в почве их довольно много и довольно много паразитов, в том числе опасных для человека. Могут быть мелкими и крупными. Самая маленькая нематода морская 80 микрометров, большинство все-таки маленькие, где-то 200-400 микрометров. Однако паразиты, как обычно, могут довольно больших размеров достигать, в частности, вот самки диоктома ренали почечного червя. Имеют длину до 1 метра, то есть внутри собаки в почке живет метровый глист. И также имеются, короче, паразиты кашалотов, китов, киты-то совсем большие. Вот они могут быть 8 метров круглый червяк. Но выглядят они вот именно как глисты. Вот, собственно, глистами обозвали нематодов, потому что они у людей довольно часто. То есть они такие веретеновидные, да. Передний конец у них обычно побольше, а хвост у них обычно сужен. То есть у них хорошо различаются передний и задний, у них в переднем конце мозг, как уже в большинства, так сказать, животных развитых. Ну, некоторые могут быть вот как груши. Это она самка, набитая яйцами. Тогда она уже форму червя теряет, потому что вот она как мешочек превращается. Беременная самка глиста. Ну, поскольку в основном они именно как черви выглядят, то они перемещаются следующим образом. Они лежат на боку, изгибаются, и вот таким образом куда-нибудь они внедряются. То есть они как-то вот так вот боком гнутся, и вот так вот они перемещаются. Тело покрыто довольно прочной кутикулой. Под ней лежит гиподерма, которая ее производит, в которой могут быть уплотнения различные, там склероции, называются точки, палочки и так далее. По бокам тела у них имеется что-то типа хорды, то есть гиподермальные валики это, которые вот и организуют, натягивают тело червя, делают его вот таким вот, определенной формой его делают. И вот как бы вот за счет этих вот струн он и изгибается. Под гиподермой у него также мускулатура, но она у него не сплошная, как уже говорилось. То есть у него кожно-мускульный мешок включает мышечные тяжи, два спинно-боковых тяжа и два брюшно-боковых тяжа, которые отделены как раз вот этими четырьмя хордами, которые у него есть. То есть у него какие-то более такие натянутые, твердые части, к которым прикреплены мышцы. Но это, конечно, не скелет, он не хордовый, это так условно говорится. Головной конец имеет капсулу и в головной капсуле имеются губы, которыми вот он пищу захватывает. На голове у него органы осязания, танго-рецепторы, вот такие страшные. Ну, он вот, собственно, ощупывает вот этими, которые у него торчат, эти палочки, он ими ощупывает окружающий мир и делает какие-то выводы, куда, допустим, ему ползти. Они могут быть как щетинки, сосочки и так далее. На головной капсуле также могут быть боковые янки, о чем я уже говорил, амфиды они еще называются, которыми червяк нюхает. То есть они хеморецепторы, он воспринимает какое-нибудь изменение химического состава окружающей среды, которое ему нужно. Нематоды могут иметь глаза довольно простые, но они могут быть не впигментированные, то есть глаза у них могут быть зеленые, оранжевые, красные, черные. Нематоды достаточно развитые по сравнению с предыдущими червями, в частности, у них дифференциация тела есть. Передний участок это голова, там органы чувств и мозг. Потом, значит, там имеется передняя кишка, потом дальше вот все длинное тело червя, это средняя кишка и половые органы там могут быть. И, наконец, в конце у него хвост, в хвосте у него имеется анус, через который он выделяет уже переработанную всякую пищу. И конец хвоста там может быть очень разный. То есть вот у него впервые у червя появилась голова, тело и хвост. То, что потом у большинства, в общем-то, животных и будет более развитых. Центральная нервная система, несколько узлов вокруг глотки. То есть вентральный, дарзальный, латеральный и так далее. То есть глотка окружена мозгами у него. От них отходят нервные стволы, вентральный и дарзальный. То есть два ствола, с помощью которых червь управляет мышцами. Естественно, сигналы дают эти самые, из головы ему дают сигналы, эти самые ганглии. Ну, имеются двигательные нейроны, которые передают возбуждение, и ассоциативные. Ассоциативные нейроны принимают решения, значит, у него какие-то решения он принимает. Ну, конечно, очень примитивные, по типу, куда ползти. Периферическая нервная система, продольные двигательные нервы, которые по нему проходят брюшной и, значит, спиной, так условно говоря. К вот этим органам чувств, ранее описанным, тоже подходят, естественно, нервы. Допустим, амфидальные нервы и так далее. Пищеварительная система сквозная, ротовое и анальное отверстие и три отдела. Передняя, средняя и задняя кишка. Передняя кишка иногда описывается как пищевод или глотка. У него имеется что-то типа зубов, различаются неподвижные и подвижные. Вот неподвижные его как бы зубы, то есть некие твердые штуки, которые у него есть во рту, это называются онхи. Ну, в принципе, они часто так, как зубы, и описываются, зубы червя. Также у него может быть стилет и копье. То есть вот такие вот какие-нибудь штуки, которые твердые, которыми он протыкает, из башки торчат, допустим. Протыкает что-нибудь, чтобы сосать. Пищевод имеет перистальтику, то есть проталкивает, у него вдоль кишечника идет перистальтика. Движется все, проталкивает дальше. Пищевод проталкивает пищу в среднюю кишку. В средней кишке в основном происходит пищеварение. В то же время в пищеводе у них есть железо, которое выделяет ферменты. И он либо эти ферменты в среднюю кишку пихает, либо может вовне. То есть он может выделять во внешнюю среду ферменты, за счет которых частично переваривается пища во внешней среде. Это внешние пищеварения бывают у животных. То есть это типа, если бы мы, например, вот бы взяли кусок хлеба, плюнули бы на него хорошо, потом подождали пока он там размягчится от нашей слюны, вот если бы у нас такая слюна была, а потом бы мы его ели. Вот примерно так они этим внешним пищеварением занимаются. Выделительная система не имеет протонефридии, более, в общем-то, развита. Это боковые выделительные каналы имеются. Половая система вот тут, они, как я уже ранее говорил, не гермафродиты. Большинство круглых червей, они имеют пол, самцы и самки. Имея пол, у них самцы имеют органы совокупления, то есть какие-то штуки, которые они втыкают в самку, это у них есть. Спикулы в данном случае они называются. Женские половые органы состоят из яичников, матки. Это уже практически у всех животных, начиная с червей имеется. Имеется, значит, тоже женское половое отверстие. И вот оплодотворение уже, как у большинства животных. То есть самец находит самку, вводит в нее свою эту самую спикулу и оплодотворяет совершенно. Спермы имеются, да. У них сперма выглядит не как жгутик, как у нас, а как амеба. То есть она перемещается так медленно. Все, формируются яйца, яйца выводятся через женское половое отверстие. Иногда могут выходить также и личинки, то есть иногда яйца развиваются у них в матке, и выходит сразу личинки, то есть она рожает маленьких червей. Иногда она рожает яйца, а в яйцах уже формируется личинка. Обычно у них личинка облиняет 4 раза, все более крупные становясь, и уже потом становится взрослым червем. Но в целом можно сказать, что нематоды отличаются от прочих классов этих, похожих на них гастротрихии, калавратки и так далее. Во-первых, формой тела, способом движения толкают они себя на боку лежа. У них нет протонефридии, у них нет никаких ресничек, поэтому, собственно, они круглые, они полностью такие, не шероховатые, они без ресничек полностью. У них имеется четкое деление на пол самцы и самки. Ну и как все прочие нематильминты, они не имеют еще органов дыхания и кровообращения. Когда уже появляется кровь, там легкие, это уже более развиты, конечно, животные, чем черви. Нематоды имеют десятки тысяч видов и предполагают, что их гораздо больше, потому что они маленькие, их сложно обнаружить. Порядка пяти тысяч нематод паразитируют у животных, две тысячи у растений, но большинство они свободно живущие, то есть в море где-нибудь там охотятся, ползают. Три подкласса, Эноплия, Хромодория и Рабдития. Это советская классификация, в иностранной литературе может быть по-другому. Я в первом клипе излагаю Эноплию и два других подкласса во втором клипе, чтобы слишком большая длина клипов не была. Разбиваем. Значит, Эноплия. В основном она морская, или пресные водоемы, или почва, хотя паразиты есть, в том числе паразиты человека. Имеют развитые органы чувств, танго-рецепторы, вот эти, которые торчат из нее, страшные эти щетинки. Могут быть они в два круга, в три ряда и так далее. Состоит из кутикулярного чехла, по оси которого нерв. Это органы чувств, хорошо иннервированные, они очень чувствительные. Вот она этими щупальцами, которые на голове как раз ощупывают, что там у нее впереди. В виде щетиноков обычно у морских Эноплий это все. Ну, они у нее на голове, и еще на губах могут быть тоже рецепторы, которые тоже, допустим, просматривают, что там в рот попало, может быть, это не надо. У Эноплий также развиты амфиды, то есть вот органы, которые они не уходят. Но это все связано с тем, что Эноплия, как правило, она свободно живущая, поэтому у нее среда меняется, то есть она не паразит, как правило. Вокруг что все время происходит, поэтому органы чувств приходится развивать. Эноплии имеют в качестве органов выделения хвостовые железы, то есть у них протонефрит нет, но у них специальные органы выделения собственные, характерные именно для этих самых Эноплий. Отряд Эноплиды малоизвестен, в основном морское, мелкой формы червяк, как правило, хищники с зубами. Дорилаймиды отряд, это, как правило, хищники или паразиты растений. Вот поскольку они паразиты растений, то на башке у них копье, которым они пробивают растение, пытаясь проникнуть в его проводящие пути, там где растения питательные вещества проводят, и дальше вот они сосут с помощью вот этого же копья, то есть у них на башке такая вот прорывная. Копье они выдвигают прямо изо рта, изо рта выдвигают копье, пробивают листик, допустим, и сосут дальше этот листик. Или его растительные клетки пробивают крупные. Нематода при этом остается сама в почве, червяк, то есть голову высовывает из почвы, засовывает в растение и сосет вот так вот живет. Поэтому, как правило, они живут верхний слой почвы 25 см, где-то вот там-то червяк ползает, ищет растение и потом его уничтожает. Ну, наиболее известная это ксифенема, это нематода по 3 мм, имеет тоже длинное копье, как обычно у них. Высасывает соки из корневых клеток всевозможных растений, после высасывания стени начинают гнить, погибать, туда проникают другие паразиты, поскольку эти черви копье имеют, они обычно первые, кто поражает растение, а потом туда уже грибы полезут, бактерии и так далее. Также имеются триходориды, которые имеют копье расщепленное на 3 части. Развитые амфиды имеют, то есть обонятельные эти органы чувств. Развитые половые органы, крупные яйца у них. Ну и вот в основном протыкают растения и сосуд. Ну, монохиды, не, мононхиды, мононхиды. Значит, они хищники, как правило, свободно живущие и вооружены онхами, то есть зубами. То есть копья у них нет, у них есть зуб в глотке. Онх, который называется. Ну, мононх, это значит одно зуб. Там обычно один у них вот такой развитый зуб и сильно развитая вот эта глотка. Вот он зубом пищу разбивает. Мононхи обычно порядка 2 мм. В общем-то они маленькие. На голове у них опять эти вот органы, которыми он ощупывает. И по бокам амфиды, как обычно, то есть которыми он нюхает. На губах у них тоже нервы есть, нервированные губы, чтобы вот губами он определял, что в рот попало. Ротовое отверстие ведет в ротовую полость. И вот в ротовой полости имеется один большой острый зуб. Однозубый червь это переводится, собственно. Длинный пищевод. Самцов мало. В основном самки откармливают свои яйца. Довольно прожорливый хищник. Уничтожает других нематод, других червей, калавраток. В основном соседних червей охотится. Может охотиться на личинок других червей. Поэтому, в принципе, манонхи, поскольку они хищники, их можно, возможно, использовать против нематод, которые повреждают растения. То есть это червяк, который на других червей охотится. Далее отряд маримерметида. Это паразиты, причем паразиты морских беспозвоночных, допустим, иглокожих. Взрослые формы живут свободно, а личинки они закидывают в иглокожие, и там они питаются. Значит, мерметида тоже характерна тем, что у нее паразитируют личинки. Мерметида хорошо известна, потому что мерметида паразитирует на членистоногих. Взрослая мерметида свободно плавает, имеет 50 см и размножается до 50 см. То есть полуметровый червяк, он довольно большой. Плавает в пресной воде, имеет толстую кутикулу, круглую голову с вот этими танго-рецепторами своими и конический хвост. По бокам головы у него большие амфиды, то есть органы обоняния. Ну, как обычно, значит, пищевод у него. У них нет кишечной полости, а кишечник представлен кутикулярной трубкой такой, которая заполнена питательными веществами в связи с тем, что ему надо иногда длительно где-то плавать, и он поэтому запасает питательные вещества вокруг кишечника. Спикола у него выдвигается через задницу, то есть он буквально трахается через жопу. У него из задницы выдвигается, собственно, половой орган, которым он оплодотворяет самку. Яйца имеют большое количество желтка, то есть выделяет яйца, в них питательные вещества, потом в яйце формируется уже личинка. Во время яйцекладки самка вылазит на поверхность, забирается на какую-нибудь травинку, и на травинке она начинает колебать голову. При этом голова у нее ищет свет, у нее есть небольшой глаз, и она реагирует на свет. Когда свет падает на самку червя, то она начинает выделять яйца. Яйца разбрасываются по этой самой травинке, потом насекомые едят траву и попадают в насекомое яйцо. Ну а вот обычно саранча, собственно, мерметида это хорошо известный вредитель саранчи. Ну, саранча сожрала яйцо, из яйца выходит личинка, внедряется в тело саранчи и начинает все там разрушать и уничтожать, и высасывать все. Ну вот насосавшись, значит, саранчи, они потом покидают ее и превращаются во взрослого большого червя, который свободно плавает уже по воде или по почве вот этот там бегает червяк маленький внизу. Ну вот когда они друг друга плодотворят, там встретятся взрослые самец и самка. Вот тогда самка опять залазит на травинку и все дальше поехала. Рожает на траве, чтобы попали яйца в саранчу. Мерметиды считаются полезными, так как в большей части они поражают вредителей растений. В позвоночных тоже некоторые, к сожалению, нематоды поражают из этого класса, а именно свайник великан. Она очень большая, до метра. Паразитирует в почках млекопитающих, слава богу, не людей, но собак. Собака может болеть серьезно от этого глиста. Значит, в яйце развивается личинка, потом личинку проглатывает олигохета. Олигохета это тоже червяк, скоро они будут. Короче, проглатывает другой червяк, не этот глист. Потом в этом червяке развивается, значит, личинка, сосет кровь олигохета в кровеносный сосуд. Там она два раза линяет, то есть большая становится. Когда она становится личинкой третьей стадии, то она может уже в собаку заразить. Собака ест этого самого червя, олигохету, либо там червь случайно попадает в пищу собаки. Все, после того, как собака, значит, съела червя, личинка внедряется в мышечный слой желудка собаки, течет кровь там, кровью она питается, потом она внедряется в печень собаки, тоже там кровью питается, линяет опять, становится уже, так сказать, взрослым червяком. Взрослый червяк достигает больших размеров, залазит в почку собаки, сосет там кровь, и вот как раз кровь из поврежденной почки, с мочой она вытекает, и в этой крови как раз яйца. То есть вот взрослый глисты живет в почке собаки, там он размножается и сбрасывает яйца в кровь, которая вместе с мочой выходит. Ну и все, и собака распространяет кругом этого самого глиста и жестоко болеет. То есть у нее в почке метровые глисты. Похереть. Как они выживают, невонятно еще. Ну, что касается человека, два наиболее опасных из этого класса, это именно власоглав и трехинелла. Власоглав имеет передний конец очень тонкий, который напоминающий волос. Это передний конец, то есть там у него голова, а задний конец у него утолщен. То есть вот так выглядит, поэтому власоглав, у него голова как волос. Самец примерно 40 миллиметров, то есть в принципе такая заметная, да, и самка до 50 миллиметров. Заметная, но очень маленькая. Вот тонкий участок, там где у него голова, там пищевод со слабо развитой мускулатурой, а в задней части у нее развиты кишечник и половые органы. То есть жопа у него большая, потому что он там размножается. Но они раздельно полые, то есть там могут быть у него либо спикула у самца, либо у яичника, как у самки. Он паразитирует в слизистой оболочке, то есть он когда попадает в толстую кишку человека, он вот этим маленьким концом, почему у него собственно конец-то этот голова, так как волос, вот этим волосом он в слизистую оболочку кишки прямо внедряется, где он питается не только тем, что в кишке, но еще и кровью. Вот он считается прошивает ткань, потому что кислорода-то им в кишечнике не хватает, откуда им кислород получать из крови. Вот у него этот тонкий кишечник засунут в оболочку, голова вот эта вот все, тонкий его весь этот конец, засунут в оболочку толстой кишки. А наружу торчит вот эта задница, которая размножается. Вот так он и живет. Человек заражается волосоглавом при потреблении воды, в которой находятся яйца. Яйца его в теплой воде развиваются примерно в течение месяца. Вот он, короче, естественно, что из толстой кишки вместе с калом попадают яйца в воду потом, в воде они развиваются, потом, когда они попадают в кишечник человека, выходят маленькие лосоглавы, и потом они, когда доходят до толстой кишки человека, они там уже становятся взрослыми и внедряются в толстую кишку. Трудно этого глиста выгнать именно потому, что у него голова засунута в кишку человека. Он проявляется как расстройство пищеварения, нервные всякие эти явления, потому что он отравляет человека, что-то у человека там не то, он другие вещества свои всякие выбрасывает, то есть человек себя плохо чувствует. Анемия может развиваться, потому что он кровь сосёт. Ну, в принципе, это не смертельный этот лосоглав, насколько я понимаю, но серьёзные проблемы можно оставить человеку и вылечить его сложно. Так что вода, воду надо кипятить, в воде могут быть всевозможные яйца глистов, которые мы не видим. Трихинелла гораздо опаснее. Трихинелла это серьёзно. Это паразит, который никогда не выходит во внешнюю среду, полностью приспособлен к паразитической жизни, и у него способ передачи вот через поедание, то есть он приспособлен на хищниках. В какой-то степени человек хищник, так как мясо он ест, поэтому человек заражается. Она сидит в мышечной ткани свиньи, в таких известковых капсулах. Хорошо очень там всё покрыто известняком, внутри свёрнутая личинка глиста. Вытравить практически невозможно, она почти не сообщается со внешней средой, эта личинка. Всё, она, короче, засела в мышцах, и всё. То есть вылечить свинью нереально, только вот не есть это мясо, только определить, что в мясе трихинелла. Ну вот, значит, человек ест мясо, с которым это личинка. Капсула растворяется в желудке человека, они внедряются в ткань тонкого кишечника человека, начинают активно питаться, становятся взрослыми глистами примерно за двое суток, очень быстро. Примерно через двое суток они начинают ебаться внутри человека, оплодотворяют, значит, самок, в половых органах развиваются яйца. Одна самка производит порядка 2000 яиц, то есть огромное количество они яиц производят. Из яиц выходят молодые трихинеллы, и они, значит, попадают в ткань кишечника. Из ткани кишечника маленькие глисты залазят в кровяной поток человека. То есть они по крови человека начинают распространяться тысячами. Одна, короче, самка, она производит 2000 маленьких глистов. Вот тысячи маленьких глистов находятся в крови человека. Обычно, когда у нас что-то в кровь не то поступает, у нас начинает повышаться температура. Ну, естественно, у человека, значит, лихорадка, отеки и так далее. Вот по крови глисты ползут. Если они очень много глистов закинут в кровь, то глисты забьют кровеносные сосуды, и человек умрет. Ну, это на самом деле для трехенилы промежуточный этап. Она, значит, через кровь проходит и оседает в мышцах. Когда она оседает в мышцах, у человека боли в мышцах, может быть паралич, если она какой-нибудь нерв там заденет, и так далее. А потом она в мышцах вот сворачивается, и все совершенно спокойно. У человека как бы все проходит, но мышцы человека поражены глистами. То есть она, в общем-то, ждет, пока человека тоже кто-нибудь съест, и она, соответственно, его заразит. Это вся модель основана на том, что млекопитающие друг друга едят. Ну, кстати, люди-то друг друга тоже одно время много ели. Людоедство у нас было довольно распространено в древние периоды. Так что глист, он, в принципе, на человека тоже рассчитан. Ну, значит, как борются с заражением? Крысы заражаются часто, и свиньи заражаются, когда они едят крыс. Поэтому борются с крысами, чтобы свиньи и крыс не ели. Ну, естественно, проверяют, значит, на трехинелы мясо. Это самая санэпидстанция. Должны проверять, есть ли там мясо в этих, есть ли леченки глиста в свинье. Ну, и понятно, желательно, что не есть, желательно не есть свиней, людей, так как в их мышцах могут быть трехинелы. Спасибо.